Сегодня в программе встреча президента Джо Байдена с папой Франциском в Ватикане. Премьер-министр Индии Нарендо Моди встретился с папой. Величайший шедевр Бернини полностью отреставрирован в Риме. Все это гораздо больше в Ромрепортс для России. Кортеж из 85 автомобилей сопровождал президента Джозефа Байдена и первую леди США в Ватикан в пятницу утром на частную встречу с папой Франциском. Это произошло за день до саммита мировых лидеров «Большой двадцатки» в Риме. Джо Байден впервые встретился со святейшим отцом в качестве президента Соединенных Штатов. Президента сопровождали группа советников и должностные лица Белого дома, которых он по одному представлял папе. Байден – второй президент США-католик в истории, и он правильно выбрал для папы католический подарок. Это была риза ручной работы из архивной коллекции Церкви Святой Троицы в Вашингтоне, округ Колумбия. Облачение было заказано к пошиву в 1930 году и использовалось иезуитами в Соединенных Штатах. Папа, в свою очередь, подарил президенту уникальную керамику с изображением паломника в Риме на фоне базилики Святого Петра. Он также подарил ему собрание своих рукописей. Но президент Байден не мог уйти, не подарив еще один подарок папе Франциску. Я не уверен, что это уместно, но в Америке существует традиция, согласно которой у президента есть так называемая командная монета, которую он раздает воинам и лидерам. И Вы – самый значительный воин мира, которого я когда-либо встречал. С Вашего разрешения я хотел бы подарить Вам эту монету. Монета имеет особое значение для президента, потому что на одной стороне изображен штат Делавер. И, как он объяснил папе Франциску, его сын Бо служил в 261-й бригаде Национальной гвардии Делаверской армии, прежде чем умер от рака. Значит, дальше история такая. Но это только шутка, конечно. Если в следующий раз, когда я увижу вас, у вас не будут монеты, то вам придется платить за напитки. Хотя во время всей встречи было несколько моментов беззаботных шуток, в заявлении Ватикана говорится, что лидеры обсудили серьезные вопросы, такие как изменение климата, миграция и защита прав человека. После встречи с папой президент Байден встретился с другими официальными лицами Ватикана, в том числе с госсекретарем-кардиналом Пьетро Паралином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. В коммунике Белый дом сообщил, что стороны обсудили усилия по мобилизации глобальной поддержки вакцинации от коронавируса среди развивающихся стран, и что президент поблагодарил Ватикан за выступление от имени незаконно задержанных, в том числе в Венесуэле и Кубе. По словам Байдена, они не успели обсудить аборты, а святейший отец сказал ему, что он счастлив, что президент остается хорошим католиком и что он должен продолжать причащаться. Джо Байден стал 14-м президентом США, встретившимся с римским первосвященником. Первым был Вудро Вильсон в 1919 году, который встретился с Папой Бенедиктом XV в Риме, еще до того, как Ватикан стал суверенным государством. 40 лет спустя Дуайт Эзенхауэр отправился в Ватикан, чтобы встретиться с Папой Иоанном XXIII. За их встречей последовала поездка Джона Кеннеди в Рим всего 4 года спустя, где его приветствовал Папа Павел VI. Кеннеди стал первым католиком на посту президента США. До победы президента Кеннеди в 1960 году было неясно, сможет ли римский католик стать президентом в этой стране, потому что все еще существовало много предубеждений против католиков, несмотря на то, что они составляли и до сих пор составляют 25% населения. В 1965 году Павел VI посетил Соединенные Штаты и встретился с Линдоном Джонсоном в Нью-Йоркском отеле. Иоанн Павел II был первым папой, посетившим Белый дом, где он встретился с Джимми Картером, открыв новую эру углубленных отношений между папством и президентством США. В частности, с тех пор, как в этой стране наступила эра Джимми Картера с 1970-х и 1980-х годов, когда появилось так называемое моральное большинство в этой стране, которое было возрожденным протестантским религиозным и политическим движением, для президентов было важно подчеркнуть свою религиозность и духовность, если они есть, и то, что они связаны с самым заметным и самым известным духовным лидером в мире, не повредит. За время своего понтификата Папа Иоанн Павел II провел 15 встреч с президентами США. Билл Клинтон, Джордж Буш Старший и Джордж Буш Младший присутствовали на его похоронах. Папа Бенедикт XVI посетил Белый дом в день своего рождения в 2008 году. В 2009 году Барак Обама впервые посетил Ватикан. Он снова вернулся в качестве президента в 2014 году, чтобы встретиться с Папой Франциском, который вернулся с визитом чуть более года спустя, приехав в Соединенные Штаты. Дональд Трамп во время своего президентства встретился с Папой Франциском однажды в 2017 году. Встреча прошла мирно, несмотря на предшествующие общественные разногласия по поводу политики относительно изменения климата и эмиграции. До Джо Байдена прошло еще 5-6 десятилетий без католика верхушки аппарата власти США. И, конечно же, без президента католика. Так что это все еще историческое событие. Джо Байден стал вторым католиком, занявшим пост президента Соединенных Штатов. Встреча является четвертой встречей Джо Байдена с Папой Франциском и первой с тех пор, как он был введен в должность президента. И вот поэтому лишь второй раз в истории Святейший Отец приветствует президента США, католика в Ватикане. Папа Франциск в одиночестве шел среди гробниц французских солдат, погибших во время Второй мировой войны, оставляя белые розы, то и дело останавливаясь для безмолвной молитвы. На этом малоизвестном кладбище в Риме похоронены около двух тысяч солдат, не все из которых католики. Некоторые из них были марокканскими солдатами, которые присоединились к французской армии. Они были известны как Гумье. Это была церемония, отмеченная чувством глубокого созерцания. Папа Франциск отметил, что на некоторых надгробиях не было имен и были только слова «Умер за Францию». «Нет даже имени. В сердце Бога сохранились все наши имена. Но это трагедия войны». Гумье были известны своей особой жестокостью, но Папа Франциск сказал, что мы должны смотреть не на солдат, а на тех, кто поддерживает войну. Сегодня проповедь должна быть посвящена рассмотрению гробниц. «Умер за Францию. У некоторых есть имя. Некоторые и этого не удостоились. Но эти могилы – призыв к миру. Остановитесь, братья и сестры. Стоп. Стоп, производитель оружия. Стоп». Папа Франциск неоднократно предлагал созерцать могилы солдат, погибших во время мировых войн. В 2014 году он посетил Редипулию – огромное кладбище, где похоронены более 100 тысяч итальянских солдат, погибших во время Первой мировой войны. В 2017 году он посетил кладбище американских солдат, погибших в Италии в 1943 году. Ватикан подтвердил, что Святейший Отец посетит Канаду, где он рассмотрит деликатный вопрос примирения между католической церковью и общинами коренных народов в свете так называемых школ-интернатов. С середины XIX века до 1970-х годов правительство заставило более 150 тысяч детей коренных жителей Канады покинуть свои дома и поселиться в школах-интернатах, для того, чтобы им было легче отказаться от своих культурных корней и ассимилироваться с западной культурой. Около 46% этих школ принадлежат католическим епархиям и учреждениям, остальное управляется другими христианскими церквями. В этих школах умерло не менее 4200 детей, в основном от туберкулеза, их хоронили в братских могилах и их семьи об этом никогда не уведомлялись. В 1991 году ряд епископов начали публично извиняться от имени церкви за совершенные злоупотребления и пренебрежения, но недавние открытия новых массовых захоронений привлекли внимание людей. Многие призывают церковь более активно участвовать в процессе примирения. В 2017 году, когда премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил Ватикан, он попросил святейшего отца извиниться за роль церкви в духовном, культурном, эмоциональном, физическом и сексуальном насилии над несовершеннолетними представителями коренных народов. В то время папа Франциск сказал, что не может посетить Канаду. Спустя несколько месяцев он пригласил группу представителей коренного населения посетить Рим в декабре этого года. Но теперь по просьбе канадских епископов папа решил сделать еще один шаг и в ближайшие месяцы посетит Канаду. На прошлой неделе папа Франциск сделал специальное объявление, обратившись к группе перуанских паломников на площади Святого Петра. В этом году рождественские ясли будут представлены перуанской общиной. Теперь это официально. Это станет первой в истории сцены Рождества Христова, привезенной из Америки и установленной в Ватикане. Это перуанский вертеп. Он состоит из 30 фигур в натуральную величину. Он родом из Ант и посвящен 200-летию независимости Перу. Рождественская елка в этом году родом из Трентино, что на севере Италии. Это красная ель высотой 30 метров. И ясли, и рождественская ель будут установлены 10 декабря и будут радовать Ватикан до 9 января. Эта группа добровольцев приехала в Рим из южной части Италии, чтобы навестить Папу Франциско и сделать ему особый подарок. Мы пришли на аудиенцию Папы, потому что хотели вручить ему сертификат, делающий его почётным членом нашей группы добровольцев, доноров крови, святого Кассиана. И мы также передали святейшему отцу некоторые типичные продукты из нашего региона. И для нас было честью поговорить с ним и пожать ему руку. Они являются членами Братства христианской благотворительной организации, которая организует кампании по сдаче крови, собирая доноров крови и органов по всей Италии. После общей аудиенции казалось, что даже Папа Франциск был готов пожертвовать свою кровь ради такого дела. Он пошутил с нами, как обычно, и сказал, ты принесла иглы, чтобы взять мою кровь? И я просто сказала, да, ваше святейшество. Во время общей аудиенции Папа разъясняет обязанность христиан свободно служить другим. Мы все должны сдавать кровь, потому что жертвовать означает отдавать свою жизнь. Это означает совершать акт любви, не получая ничего взамен. И я думаю, что именно об этом святейший отец говорил сегодня в своём послании. Во время пандемии резко сократилось количество доноров крови, поэтому община стремится побудить больше людей засучить рукава, чтобы при поддержке Папы спасти других. В Канаде проживает более 600 различных коренных общин и три основные группы – исконные народы, инуиты и метисы. В этой стране существует более 60 языков коренных народов, которые делятся на 12 отдельных языковых семей. Смотрите далее. Папа Франциск провёл встречу с президентом Южной Кореи в Ватикане. Вы смотрите Ромрепорт для России. Папа Франциск провёл встречу с президентом Южной Кореи в Ватикане. Это была важная встреча, поскольку премьер-министр Моди принадлежит к индуистской националистической партии, ответственной за принятие закона, ограничивающего религиозные свободы меньшинства в Индии, включая христиан и мусульман. Премьер-министр сообщил в Твиттере, что у них была очень тёплая встреча и что они смогли обсудить широкий круг вопросов, и что Моди пригласил Папу Франциска посетить Индию. В качестве подарка премьер-министр преподнёс папе серебряные канделябры, которые обычно встречаются в церквях Индии. Он также передал ему книгу о своей экологической политике. В свою очередь, святейший отец вручил премьер-министру бронзовый медальон с надписью «Пустыня превратится в сад». Он также подарил президенту ряд своих работ о всеобщем человеческом братстве и окружающей среде. Папа Франциска сделал премьер-министру дополнительный личный подарок. Встреча была наполнена сердечными жестами. Премьер-министр повторил своё приглашение перед отъездом. Папа Франциска должен был посетить Индию в 2017 году, но правительство решило не приглашать его из-за предполагаемых проблем с их политической направленностью. Вызывает озабоченность реакция радикальных индуистских националистических групп, которые подстрекают к насилию против религиозных меньшинств, таких как христиане и мусульмане, во имя сохранения индуистской идентичности страны. Христиане составляют около полутора процентов от 1 миллиарда и 300 миллионов жителей Индии. На эту историческую встречу возлагаются большие надежды, особенно среди христианских общин в Индии, где религиозная свобода утратила свои позиции с тех пор, как премьер-министр Моди и партия Бхарати Аджаната пришли к власти в 2014 году. Мы надеемся, что благодаря этой встрече Папа Франциск сможет поощрять культуру диалога вместе с премьер-министром Моди и поощрять этот диалог между религиозными группами, а также сможет помочь премьер-министр Моди и жителям Индии понять, что христиане и другие религиозные группы – такие же полноправные граждане Индии. Но есть также опасения, что встреча может еще больше разозлить индуистских националистов, которые спровоцировали нападение на религиозные меньшинства. Индуистские сторонники жесткой линии рассматривают этот визит премьер-министра Моди к Папе как умиротворение религиозных меньшинств. Поэтому есть опасения, что это может спровоцировать дальнейший контроль со стороны индуистских националистов в Индии и дальнейшее насилие против меньшинств. Индия конституирует себя, как многоконфессиональная демократия. Хотя конституция страны гарантирует свободу вероисповедания, нынешнее правительство приняло удушающие и дискриминационные законы, например, против обращения в другую веру. Эти законы в основном востребованы индуистскими националистическими группами, которые опасаются, что индуисты или индусский характер Индии находятся в осаде из-за роста конкурирующих групп. И поэтому эти законы непропорционально сильно влияют на религиозные меньшинства. В Штатах, где они находятся, эти законы в основном затрагивают христиан и мусульман. Ридеман говорит, что многие христианские благотворительные организации столкнулись с ограничением своей миссионерской работы из-за этих законов, а некоторые были вынуждены полностью закрыться. Президент Южной Кореи Мун Джей Ин встретился с Папой Франциском в Ватикане. Так началась их встреча. Президент Мун Джей Ин и Папа встречаются во второй раз. Они обменялись идеями разрешения мировых гуманитарных кризисов, климатическом кризисе и примирения с Северной Кореей. Эмпатия и дух товарищества между двумя лидерами были ощутимы на протяжении всей встречи. Южнокорейский лидер преподнес Папе особенный подарок. Это был крест из ключей проволоки, взятой из демилитаризованной зоны Корейского полуострова. Это один из 136 крестов, сделанных из колючей проволоки, которые разделяли две Кореи последние 68 лет. Это напоминание о драме войны на этом полуострове, которую президент сопровождал короткой молитвой. Это было неофициальное приглашение Папе посетить Северную Корею. В свою очередь Папа Франциск в этом году передал президенту послание к миру. Он сердечно попрощался с президентом и его женой Ким Чон Сук. Отцы играют важную роль в формировании религиозной жизни семьи. Вот почему семейное служение Святого Креста выступило с инициативой «Отцовские четки» в год Святого Иосифа, побуждая отцов повсюду брать свои розарии и молиться вместе со своими семьями. Они делятся историями вдохновляющих отцов, которые ставят розарии в центр своей жизни и вселяют веру в своих детей. Когда отец участвует в духовной жизни семьи, когда он наблюдателен, тогда с вероятностью в 75%, а в некоторых исследованиях этот показатель достигает 88 и 90%, дети будут продолжать практиковать веру в следующем поколении. Семейное служение Святого Креста ежегодно раздает более миллиона розарии в семьям, школам, приходам и другим группам по всему миру. Ведь четки – это инструмент, предназначенный для укрепления веры всех членов семьи, старых и молодых. Розария – это молитва номер один, простая и глубокая. Я думаю, что это сказал Иоанн Павел, но это правда. Это просто. Даже маленький ребенок может взять четки и присоединиться к молитве, даже если он или она не может произносить слова. Они могут взять четки и услышать, как все молятся. Прежде всего, молитва на розарии всей семьей – это возможность хорошо провести время вместе, а для отцов – углубить свою связь со своими детьми. Один простой пример. Папа может проводить время с каждым из своих детей один раз в месяц, например, уделить полчаса сыну или сводить дочь на завтрак в субботу утром. И здесь на помощь приходят четки. Вся семья может молиться о розарии вместе, и это связывает, приносит единство и мир. Семейное служение Святого Креста с помощью различных инициатив присутствует в 17 странах по всему миру. Но именно дома и в каждой семье четкие молитвы действительно работают, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Чем известна южнокорейская плантация Боссом? А. Белым чаем. Б. Черным чаем. В. Зеленым чаем. Выберите правильный ответ. Вы смотрите Роман Депорт для России. Чем известна южнокорейская плантация Боссом? А. Белым чаем. Б. Черным чаем. В. Зеленым чаем. Правильный ответ. В. Эта крупнейшая чайная плантация Южной Кореи производит зеленый чай. Вы смотрите Роман Депорт для России. Решение о поступлении в семинарию было нелёгким для Хавьера Пеньо, но он помнит, что путь святого Якова помог ему сделать этот шаг. Он говорит, что путь в Компостелу может оказать огромную духовную помощь, и чтобы помочь другим увидеть его ценность, он написал книгу «Путь святого Якова. Встреча с Богом». По сути, с помощью этой книги я хотел показать людям, что всё на пути святого Якова указывает на Бога, всё, что происходит. Мы просто должны научиться это видеть. Мы должны интерпретировать события правильно. При каждой возможности Хавьер совершает паломничество по пути святого Якова. Он занимается этим уже 10 лет. Его книга представляет собой комбинацию его собственного опыта и истории этого пути. «Знать свою судьбу – значит знать свою идентичность. Познакомившись с историей пути святого Якова, узнав легенды о пути, молитвы, которые привели к пути, мы понимаем, что это очень привилегированное место, где всё указывает на Бога». Теперь, когда ограничения, введённые в связи с пандемией, ослабляются и число паломников на пути святого Якова увеличивается, Хавьер Пеньо надеется, что его книга будет полезна другим. Это особенно уместно, поскольку папа продлил год Компостелы до конца 2022 года. Отец Луиджи Уссубелли, служитель итальянских католиков в Барселоне, сел на одну из лодок, используемых испанской неправительственной организацией Open Arms для спасения людей в Средиземном море. Посреди моря и воочию убедиться в смелости этих людей, которые прыгают в лодке без средств к существованию и ждут спасения посреди волнующегося моря. Это мощный опыт. Ему пришлось вернуться раньше, чем ожидалось, потому что один из двигателей лодки сломался. Но он смог участвовать в спасательной операции людей из деревянной лодки, на которой находилось 70 человек, в том числе четверо детей и шесть женщин. Вы не можете просто стоять в стороне, когда видите это. Нельзя просто смотреть. Вы должны действовать. Отец Луиджи живет в Испании в окружении итальянских иммигрантов. Но теперь он увидел совершенно другую категорию иммигрантов, которые сталкиваются с особенно трудными ситуациями. Отец Луиджи был миссионером на Кубе, но, по его словам, эти дни на море открыли ему глаза. Для меня это было прежде всего духовным переживанием. Это опыт самим собой, с моей личностью, с моим собственным видением, с моим состоянием, с моей чувствительностью, с моей духовностью. Подойти поближе – это важно. Его текущие обязанности по служению итальянским католикам в Барселоне не позволяют ему вернуться к спасательным операциям. Но отец Луиджи хотел бы как можно скорее вернуться в Средиземное море. Бесценный шедевр барокко в церкви Санта Мария Делла Виттория в Риме был полностью отреставрирован. Это капелла «Карнара», исполненная Лоренцо Бернини, которую художник завершил в 1653 году. Все произведение создано Бернини. Сам художник назвал это своим лучшим произведением. В произведении гармонично сочетаются все формы искусства, которые объединяются для создания этого шедевра – архитектура, живопись, скульптура, а также театральная постановка и художественное освещение. Центральным элементом часовни является скульптура святой Терезы Авильской в экстазе. Здесь изображен ангел, пронзающий святую золотым копьем, символизирующим любовь Бога. Вершина часовни украшена фреской с изображением имперея, где ангелы приветствуют святую Терезу на небесах. Мы также восстановили большую арку, украшенную ангелочками. Там же можно увидеть начертанные слова, которые святая услышала в момент экстаза. Слова, которые слышала святая Тереза, написаны на латыни и переводятся как «Если бы я не сотворил небеса, я бы создал их только для тебя». Часовня была заказана семьей Карнара. Они также фигурируют в пьесе Бернине как зрители, наблюдающие за мистическим переживанием святой словно в театре. Мы действительно очень довольны этой полной реставрацией, которая позволяет ученым, верующим широкой публике, которая возвращается, чтобы посетить Рим и его чудеса, наконец оценить всю сложность этого необычного произведения в стиле римского барокко. Несомненно, полностью восстановленное великолепие шедевра Бернини является обязательным для посещения всех туристов в Вечном Городе. Смотрите в следующей программе. Папа служит Мессу в одном из университетов Рима. Все это гораздо больше в Ромрепортс для России. Продолжение следует...